здравствуйте друзья доброе утро зрителю хочется баталий сегодня кстати пятница и вот я через часок значит включусь в нашу прямую трансляцию в прямой эфир а так вот зрителю хочется баталии хочется коллизии хочется выйти какого-то развития такого неожиданного может быть или что-то а у нас все сейчас как-то так идет в своей колее политики проститурируют проститутки тоже значит уже там какие сколько тоже теток там повылезала которые были в отношениях с трампом одна вот так очень эмоционально она звезда плейбоя такая значит вот она в общем период очень искренне извинялась перед милане и трамп потому что она там 10 месяцев было в очень таком интенсивном сексуальным искать любовном взаимодействии с президентом вот и в общем как-то так переживает очень понимает что поступило нехорошо рассказывать что они даже там предложил после первого раза даже проплатить если что но она чисто по зову сердца и вот да причем она не одна их там сразу уже много причем их собственно и раньше было много но как-то раньше вот трамп их то ли он их запугал что ли даже не знаю что каждую судить будет там еще что-то вот но тут видно там с другой стороны деньжонок подсобрали говорят девкам не боитесь мы там оплатим я я не знаю не могу судить но во всяком случае сейчас уже вот так только и обсуждают и обсуждают и обсуждают этих девок дело не в детках конечно а дело в том что как бы ложь вот как бы скрывал платил от купные там еще чего-то ну и вы знаете партия республиканская типа семейные ценности их сильно волнуют вот тоже третья жена там нормально вдруг выяснилось что ничего страшного можно встретить же но если можно с третьей женой это не противоречит хохмачки семейных ценностях так чего же уже нельзя с десятком проституток вообще это это очень странно тем более если по-честному хотел заплатить приличный человек что ними да говорят мужчина мужчина хороший девушки рассказывают что хороший такой интеллигентный вот не обижал ничего там а то можно и бывает того щипнут или там морду набьют в кровь тоже бывает это часть профессии профессиональный эскатерист в общем короче ничего такого не происходит вот я помню лет 20 назад когда с моникой разбирались вот тоже самое было тоже уже был интернет и уже в интернете там вы выкладывали показания значит в какое конкретно место президент запихивал значит моники сигару а потом значит прикуривал в общем все это так публично но не то что все ходили читать например да там не всем интересно ну средства массовой информации они же пересказывают самые интересные места чего все читать пролита жизни не хватит все читать вот так что в общем как обычно все все как обычно все нормально все хорошо так мирно приняли бюджет 2200 страниц бюджет ну до конца года уже сколько там осталось до первого октября но вот хотя бы до хоть когда-то надо принять бюджет там откладывали пять раз вот наконец сейчас уже его примут принять ну скажем так обе палаты приняли а у нас дедлайн сегодня 23 марта 2 обе палаты приняли а президент должен подписать но он естественно просто огни это нет он кочевряжется он говорит что вот мол там продаку ничего нет про стену его великую мексиканскую значит там в общем но они на самом деле выделили ему 1.6 миллиарда на какие-то там не знаю георазведочные работы там вдоль стены так вот как бы на исследование больше но потому что хотели то 25 миллиардов но в общем короче вот он возмущен кричал что не будет подписывать вот на себя подпишет конечно там такое бабло вообще до конца года 1 триллион 300 миллионов но как никак не подпишешь ну как подпишет конечно вот в общем мне а он может и не подписать его в том смысле что он народ как бы любит веселить чтобы веселуха была вот тут значит с китаем сейчас торговую войну там тарифы туда тарифы сюда а у китая то на самом деле возможностей подсуропить ну уж никак не меньше чем у соединенных штатов то есть как как бы сказать вот сегодня пишут что китай говорит что может не будем их бонды покупать вот эти облигации пусть они сами себе их продают что-то как-то может ну в общем да плюс на самом деле конечно очень много американских товаров идет в китай очень много и самых разных поэтому действительно можно можно очень сильно как бы ударить с китайской стороны по американской экономике очень сильно так что в общем неважно идут такие боевые действия машут кулаками что-то собирались с корейским этим диктатором встречаться и куда-то вдруг делай куда-то подевалась это не знаю что то сначала говорили как можно с ней встречаться а сейчас что-то вроде может уже никто и не хочет может он же и сам не хочет я не знаю как-то так перестали про корейского вот говорят что и утечка была утечка была давно не было утечек сейчас была утечка что ему там местные ну которые в белом доме и там все говорили ни в коем случае путина не поздравляй потому что выборы фальсифицированные неприлично так вот а он взял и поздравил а поскольку была утечка что ему говорили не поздравлять а он поздравил он по поводу утечки очень возмущался в общем вот короче друзья писать им реально не о чем потому что с одной стороны конечно есть как наркотик вот там нес кладко и ешь сладко и опять сладкое чем больше сумма тему тем больше хочется сладкого тоже самое там начать никотин там героин и так далее но новости, они вот так, вот как начали про девок, так и без остановки и чем больше про девок начитались, тем больше еще, может быть, им хочется, я не знаю мне противно я как-то гадость какая-то, честно вот, то есть мы все знаем что политика это дело грязное, но оно еще и вонючее такое, знаете вот воню так много вот, и средства массовой информации, в общем-то, они от политиков мало отличаются такие же проституированные, такие же вонючие, грязные беспринципные, в общем все как всегда и в этом смысле оно даже может быть и неплохо, потому что никаких таких больших трагедий нет, хотя, конечно рынок ценных бумаг который был раздут как пузырь, я не знаю там, вдруг так на новостях о торговой войне так потихонечку шринг-шринг, там как-то тут день упал, два упал, не знаю что там дальше у них будет поглядим, в общем ничего такого пока, вот так, чтобы сказать тут наших бьют, или там хлопцы, там текает, текает ничего такого нету, текать никуда не будем значит, наших нигде пока так особо не бьют ждем, что будет дальше счастливо демократик Субтитры подогнал «Симон»